привет всем мои дорогие подписчики и зрители канала с вами дарт сегодня мы также вернулись джирасик парк билдер ненадолго заглянули скорее правильно будет выразиться так как я в торнаменте выиграл выиграл платье белодона и в этой серии хочу просто полностью показать его эволюцию до динобакса есть и да и надеюсь хватит так что не монет тоже дофига так что никаких трудностей я надеюсь мы испытывать не будем ну что ж приступим flat spear таск так но как вот это переводится я знаю что таск это бивни лопатообразные бивни вроде так переводится это его название так как у него нижние бивни были преобразованы в своего рода такие ковши которыми он зачерпывал подводную растительность и отправлял в рот это было очень таким новаторством в мед ценовой эпохи что никакие другие слова слоновые не вообще никакие другие животные так не и как сказать не испуган как не питались растениями так подводными то есть у него было самое удобное устройство что так вот зачерпывать растение самое удобное это никто из животных так до этого не додумался так но так у нас будет выглядеть естественно стандартным для всех слонов в ледниковом парке анимация вставать на задние лапы и издавать свой этот слонов верев как то но не круто но не же изложено было что то новое придумать ой ладно давайте покормим его ну вот так вот он выглядит к сожалению бивни ему тут нижние каши которые были как лопаты слишком маленькими сделали они достигали чуть ли не метров в длину то есть реально образовываются расстались и образовывали своего рода лопату то есть как то так а здесь они вообще еле видны как молочные зубы у ребенка ну что это такое моделька фиговая анимация фиговая блин нафига его выигрывал вообще так ну что ж я вернусь к вам когда проведу эволюцию этого животного так ну что ж вот я провел его эволюцию теперь он у нас на одиннадцатом уровне и название платебеладон переводится как бивень коса точнее там спир был поэтому бивень копье но какое копье непонятно видимо это имелось ввиду от его верхней бивни который выглядит как наконечник копья так нужно что добавилось такой красный нравится даже больше то есть такие черные полосы мы добавили так неравномерно по всему телу и так мне кажется смотрится гораздо лучше так значит когда я провел эволюцию нам сообщить значит выскочила также интересный факт про это животное хоть нижние челюсти выглядела как лопата второй набор плоский бивней действовал как коса срезая за жесткую растительность то есть он был никак лопата то есть не копал ими растения срезал то есть эти бивни вонзались в растения срубали их он их в рот отправлял также у него был плоский этот хобот что живут отличительные чертам м м м м так у нас будет выглядеть на 20 уровня эволюции да и лапки у него блин тощие какие то что за модель тоже ну что ж ребята опять же вернемся когда проведу эволюцию не уходим далеко так ну вот значит я провел еще одну эволюцию сейчас посмотрим как будет выглядеть наш платье белый дом его перекрасили в розовый цвет что по моему не круто совсем не круто и перед точнее после проведения эволюции нам также выскочил еще один факт недавно исследования показали что в платье белодона был узко специализированный рот и хобот что то есть они рот и хобот мог выполнять ограниченный набор функций то есть хобот мог только придерживать растения чтобы они из-за рта не выпадали рот как бы форма челюстей была приспособлена только для водной растительности и из такой узкой специализации мне кажется он поэтому и вымер так ну что ж покормим его м м м м м м вот так у нас будет выглядеть на территории ладон на тридцатом уровне эволюции м м м м м м м просто его, он обязан быть в этой игре. Но это когда еще будет, и будет ли вообще. Ну что ж, я последний раз призываю вас не переключаться. Сейчас, через мгновение вы увидите Платибелодона на последнем уровне эволюции. Так, ну что ж, вот я и провел последнюю эволюцию Платибелодона, и скоро видео это закончится так. Ну что ж, посмотрим интересно, что же с ним сделали на последнем уровне. Вот это кошмар! Насколько я знаю, он обитал около болот каких-нибудь там трясин, то есть он был темно окрашен, чтобы как-то скрываться от хищников, но, блин, не мог он быть так ярко окрашен, какой дебил его так разукрасил. Ну что это такое? Вообще кошмар! Ужас, ужас, даже не хочу кормить это создание, но придется. Также, вот последняя информативная ссылочка выскочила на это животное, там было сказано, что он поедал растения вдоль берегов болота, озер и трясин, а также срезал ветки деревьев своими бивнями. Но все равно у него была узкая специализация, так как он жил только около болота трясин. Возможно, после медицины там либо озера стали пересыхать, либо появилась какая-то конкуренция, либо, наоборот, заморозки, и поэтому он не смог приспособиться, и в итоге вымер. Ну что ж, кормим его. Так же и знал, что не хватит. Так будет выглядеть наше платье Белодон на 40-ом уровне эволюции. Сила 1180, урон 8455, ой, точнее, сила это была, а урона 454 до 2728. То есть довольно-таки, конечно, сильное животное, оно вам в парке не помешает для битв, но в плане как, вот если вот с другими животными его сравнить, он выглядит просто ужасно. Лучше бы он просто серым остался, потому что вот это, это просто какой-то кошмар. Ну не знаю, кому как. Лично мне не очень понравилось, мне кажется, они там совсем уже в конец разленились. Да, я понимаю, все силы тратят на Jurassic World The Game, но раз уж вы выпускаете обновление, будьте добры, сделайте его нормально, а не рукожопно. Так, извиняюсь за это выскакивающую фигню. Поэтому не знаю. Думайте сами. Если вы в битвах справляетесь нормально, и вам не нужно такое подспорье, как платье Белодон, то и нафиг он вам нужен. А если у вас в битвах проблемы, то такое сильное животное, как он, вам не помешает. Так что думайте сами. Я все, что мог, про него рассказал, все эволюции провел, свою часть выполнил. С вас лайки и просмотры. Ну что ж, ребята, надеюсь, это видео вам понравилось. Теперь точно, это было, по крайней мере, не последнее, там, до нового обновления, но то, что я набил Дирбака в дальнюю полочку вложу, это уж точно. Так что в ближайшие даже месяцы, а то и больше можете не ждать видео по этой игре. Ну, по крайней мере, я так думаю. Ну что ж, значит, немножко вернулись, порадовали любители этой игры, порадовали новой серией. А также заняли ваше время на моем канале, чтобы вы не скучали. Что ж я планирую? Я планирую еще какую-нибудь игру начать записывать, пока у меня есть время. Допустим, сегодня был четверг, я записывал под 9 часов время, у меня почти 10, вот, а завтра у меня целый свободный день, поэтому я высплюсь, покушаю плотненько, и выберу какую-нибудь игру про динозаров, которая будет уже чисто с компанией, то есть ее нужно проходить, а не просто в нее играть. И попробую записать первую серию, посмотрим, что получится. Ну что ж, я вас, наверное, уже заговорил, всем, ребята, удачи, хорошего настроения, извиняюсь за свой голос, я не знаю, что с ним такое, немножко вроде, вроде я здоров, но вроде и болею, да хрен знает, сам уже не знаю. Вот, так что особо на перемены в голосе не обращайте внимания. Вот. Удачи всем в учебе, там, для студентов хорошо сдать сессию, для перваков и второкурсников хорошо сдать аттестации, так как вышла новая система обучения в виде аттестаций. Ну, что сказать, школьникам, школьникам хорошо писать контрольные, кто в 11 классе, тем выпускной хорошо отпраздновать. Да и вообще вам всего хорошего, всем моим подписчикам особо огромный привет из Воронежа от меня. Так, ну все. Закончили с билдером, увидимся с вами в следующей серии либо билдера, либо в другой серии, в другом видео. Ну все, заговорился я, ребята. и ухожу, 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 всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok